Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Это без преувеличения сенсационная история, которая для людей, думающих, я думаю, расставляет многое на свои места. Мы до сих пор не получили никаких доказательств и существенных подтверждений того, что там происходило в украинских биолабораториях. Многие до сих пор считают, что это фейк и миф кремлевской пропаганды. Напомню, до сих пор основной такой аргумент в пользу того, что это некая реальность, действительность, с которой надо разбираться, это вот это высказывание Виктории Нуланд, это высокопоставленный представитель американского госдепартамента. Кто-то вроде нашей Марии Захаровой. На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил. Украинская сторона на это отвечает. Ой, да вы не понимаете вообще лохи, позорные. Ну как так? Биологическое оружие есть на каждом рынке. Мы просто исследуем, ну там, например, не болела ли чем-то курочка, можно ли ее мясо кушать, можно ли эту курочку на рынке продавать. Поэтому биологических лабораторий, ну их огромное количество в каждой стране, вообще париться не о чем. Ну подумаешь, американцы, какие-то биолаборатории. Возникает вопрос. Окей, 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 все. Обычные совершенно инстанции. Первый вопрос. Почему их оплачивали американцы? Второй вопрос. Почему они опасаются? Как бы, не дай бог, эти образцы не попали в лапы страшным русским. И вот мы получаем серьезнейшее подтверждение. На сайте Пентагона, US Department of Defense, Министерство обороны Соединенных Штатов, Пентагон, представлен следующий документ от 9 июня этого года. Вы можете сами его легко найти, вы можете его легко прочитать. Я вам сейчас основные выдержки зачитаю, которые нас интересуют. Что это такое? Автоматический гугл-переводчик с английского на русский. Немедленная, ну, в общем, здесь предварительная информация. Информационный бюллетень об усилиях по уменьшению угрозы оружия массового уничтожения с Украиной, России и другими странами бывшего Советского Союза. История сотрудничества США с международным сообществом по снижению ядерной, химической и биологической угрозы на Украине, России и других странах бывшего Советского Союза. То есть, они вроде как занимались биооружием, но не чтобы его разработать, а чтобы, наоборот, его меньше стало. Давайте отмотаем то, что нас конкретно интересует. Так, 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 так. Уничтожение ракет, боеголовок, добровольный отказ Украины от ядерного оружия, совместные усилия по уничтожению запаса химического оружия, привлечение тысяч ученых, занимавшихся биооружием для проведения мирных биоисследований, обеспечения активного одобрения сотрудничества России в качестве полноправного члена Украина, не имеет программ ни ядерного, ни химического, ни биологического оружия. 11 и 18 марта до 12 года верховный представитель ООН по вопросам разоружения Изуми на комицию аналогичным образом заявил, что он неизвестный о каких-либо программах по биооружию на Украине. То, что ООН об этом не знает, это абсолютно не означает, что этого нет. Ну что за идиотизм? Хорошо, дальше, ладно. Сегодня сотрудничество в Украине, на Украине, остается мирным усилием по улучшению ядерной и радиационной безопасности защиты, эпидензора за болезнями, химической безопасности и безопасности, а также готовности реагировать на эпидемии и пандемии, такие как COVID-19. Многие из этих видов сотрудничества носят многосторонний характер, включают глобальное партнерство против распространения оружия, бла-бла-бла-бла-бла. У Украины нет программ создания ядерного оружия. И самое интересное, что нас больше всего интересует, вот, про биологическое оружие. На момент своего распада в 1991 году Советский Союз, несмотря на то, что он был государством участником Конвенции о биологическом оружии, КБТО, имел крупную и сложную программу по биооружию, состоящую из десятков исследовательских, опытно-конструкторских и производственных объектов с десятками тысяч сотрудников, разбросанных по многим государствам преемникам. В нарушении КБО этот советский оружейный комплекс разработал широкий спектр биологических патогенов для использования в качестве оружия против растений, животных и людей, включая сибирскую язву, чуму и оспу. Напротив, ни одно другое европейское государство, ни США, не имели никаких программ о разработке. Короче, Советский Союз плохо, Запад хорошо, святые люди, ничего такого они никогда не разрабатывали, вообще никогда. Программу МК Ультра, забудьте, такого не было, вам показалось. Министерство обороны и государство США финансировали программы по помощи преобразования таких бывших советских оружейных объектов в мирные учреждения общественного здравоохранения. Вы хотите сказать, что за 30 лет вы не успели преобразовать мирные, простите, советские биолаборатории во что-то мирное за 30 лет? Простите, советское оружие в Советском Союзе было непропорционально развитый военно-промышленный комплекс. Сколько хватило времени, чтобы распилить? У нас даже подшипниковых заводов своих не осталось в должном объеме. У нас все импортное. Вы хотите сказать, что бактериологическое и химическое оружие до последнего профессора говорили? Мы не будем заниматься новыми сортами зерна, пшеницу селектировать. Мы будем заниматься только сибирской язвой. Можете нам денег не платить, на это бюджетов не было. Денег можете не платить, ничего нам можете, оборудование не закупать. Мы будем тут сидеть и изучать биооружие за свой счет. Вот, 30 лет они сидят. И вот, пожалуйста, мы вас будем финансировать, пожалуйста, займитесь чем-то другим. 33 года, 31 год, 31 год с момента распада Советского Союза все еще надо было финансировать за средства Пентагона, Министерства обороны. Не Министерство здравоохранения занимается эпидемиологическими вопросами. Не ООН через свою организацию здравоохранения финансировал биолабораторий Украины Пентагон, Министерство обороны и войны. Соединенные Штаты в рамках международного сотрудничества также работали над устранением других биологических угроз на территории бывшего СССР. Были привлечены эксперты в области биологии, биозащиты, общества здравоохранения и смежных областей со всего правительства США. Эти усилия способствовали развитию эпид-надзора за болезнями и расширили мирное сотрудничество в области биологических исследований между учеными бывшего Советского Союза и мировым научным сообществом в соответствии с международными нормами безопасности, защиты, нераспространения и прозрачности. Оказывается, американцы настолько добрые, что они выделяли деньги на здравоохранение Украины и любой другой желающей страны. Вам не хватает... У вас часто люди, не знаю, там от болезни умирают. Мы проспонсируем ваше здоровье и сбережение. Это они на полном серьезе об этом говорят. Мне интересно, украинцы почувствовали, что им, не знаю, там, бесплатные лекарства раздавать стали. Пломбы стали ставить бесплатные. Какое-то качественное питание, которое помогает восстановиться после болезней. Путевки бесплатные. Вот американцы социализм решили построить на Украине. Они через Пентагон выделяли украинцам деньги по борьбе с эпидемиями. Вот это да! Святые люди! Соединенные Штаты также совместно работали над улучшением биологической безопасности, защищенности и эпиднадзора по болезням людей и животных на Украине, оказывая поддержку 46 мирным украинским лабораториям, медицинским учреждениям и Центрам диагностики заболеваний за последние два десятилетия. Еще раз. 46 мирных лабораторий. 46. 46 биолабораторий Соединенных Штатов. Пентагоновских. 46 биолабораторий на Украине. Знаете, что интересно? Я подумал, а почему такое число? Почему 46? А что там по населению? Все города с населением более 100 тысяч человек. На данный момент на Украине 40 городов с населением свыше 100 тысяч человек. Городов-миллионников осталось только 3. Вот эти города с населением более 100 тысяч человек. И знаете, что интересно? Эта цифра 40 городов с населением свыше 100 тысяч человек сопоставима с числом биолабораторий, которые получали поддержку. Я предполагаю, что несколько лабораторий находятся в самых крупных городах. Друзья мои, это по одной лаборатории на каждый город населением свыше 100 тысяч человек. В каждом крупном городе они организовали свою биолабораторию якобы для эпидемий. Зачем так много? Вы мне объясните. Зачем столько? Если вы предполагаете, что страшные русские разрабатывают какое-то биооружие, по границе с Россией, в пяти крупнейших городах вы ставите биолаборатории, и не дай бог, если какая-то зараза появится, вы в приграничных регионах это зафиксируете. Все. Вам не нужно это во всей стране. Вот что такое оборона. Да, то есть, как понять, страна готовится к наступательной войне или к оборонительной войне? Если в каком-то месте концентрируется огромное количество войск и техники, это значит, тут вы собираетесь наступать, готовите прорыв, и вот эта ваша колонна с группами поддержки пойдет вглубь противника. Если вы готовитесь к обороне, вы не знаете, откуда пойдет нападение. У вас везде ровным слоем распределены ваши, соответственно, ваши войска. Биологическое оружие, которое могло быть распространено со стороны Российской Федерации, оно требует биолабораторий вдоль границы. Зачем их по всей Украине? Предполагаю так. В одной точке мы выпускаем какую-то бациллу и смотрим, с какой скоростью она окажется вот в этом городе, с какой скоростью окажется вот в том городе, чтобы удобнее было потом моделировать, оценивать, насколько эта угроза быстро и широко расходится по населению. Это испытание, это исследование, это разработка и контроль, контроль качества того или иного, скажем в кавычках, препарата. 46. У меня вопросы, опять же, к российскому командованию. Ребята, вы не охренели? Если вы сейчас взяли Херсонскую, Луганскую, Донецкую области, вы хотите сказать, что у вас на руках до сих пор нет материалов, которыми там занимались? Я слышал, только одну биолабораторию взяли. Но если на Украине их было 46, а Россия уже контролирует 20% украинской территории, по признанию самого Зеленского, уж 20% это 8-9 лабораторий-то вы, наверное, контролируете, а не у вас, а где доказательства, что же там на самом деле делали американцы? Вот эти вот глупые истории от Яровой, которые она пыталась рассказывать, которые вообще никакого отношения к реальности не имеют. Еще раз, на официальном сайте Пентагона опубликована информация о том, что на Украине Пентагон, я подчеркиваю, не Минздрав американский, американское министерство обороны спонсировало, уже 30 лет, блин, спонсировало биологические лаборатории. Зачем это делать? Зачем это делать? Именно министерство обороны? Можете догадываться. Так, что-то здесь было еще интересное. Эта работа, часто проводимая в партнерстве с внешними организациями, такими как ВОЗ и МЭП, привела к более безопасному, эффективному эпиднадзору, выявлению заболеваний. Украинские ученые действовали в соответствии с передовой международной практикой и нормами, публикуя результаты исследований. Украины нет программы и химического оружия. Короче говоря, украинцы святые, американцы еще более святые. А вот почему-то в Польше призвали западные страны подарить Украине ядерное оружие. Я считаю, говорит бывший глава МИД Польши Сикорский, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки, так, чтобы она могла защитить свою независимость. Конечно, Украины нет никаких программ ни по ядерному оружию, ни по химическому, ни по биологическому. Но мы ей на всякий случай все это обеспечим, все это дадим. Дорогие друзья, что думаете об этой истории? Пишите в комментариях. 46 биолабораторий под патронатом Пентагона, по-моему, это цифра дня. Это то, о чем должны говорить все. Но я боюсь, не скажет практически никто. Ставьте лайки, помогайте распространять правдивую информацию о том, что на самом деле происходит. Я вообще не сомневаюсь. Зеленский об этом мог не знать. Им же вообще плевать. Американцы дают деньги. Ну и что-то там делают там, какие-то у них там программы. Но это же американцы. Естественно, пожалуйста, все, что хотите. Это не украинцы делали, это американцы делали. Это делали американцы. А что конкретно, это нам должны наши замечательные разведчики рассказать. Те люди, кто уже захватил несколько биолабораторий, но молчит. Так пора бы уже расчехлиться. Пора бы уже что-то вразумительное по этому поводу обществу рассказать. Давайте напомним им о том, что мы следим за ситуацией и что мы хотим узнать правду. Вместе мы сила. Помогайте своей активностью распространять информацию. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»